Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влогах канала Семья Бровченко. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал и присоединяйтесь к Telegram-чату. Ссылка в описании. У Бровченко беда с хронологией. Только сейчас нам они показали, что Боря Маленький помогает Боре Старшему держать какие-то болты в этой самой булочке. И Боря Маленький находится в машине, а Боря Старший находится под машиной. Как это все там прикручивать. То есть Бровченко уникальные люди, конечно. Они сначала нам рассказывают все то, что они сделали, и только потом нам это все показывают. Я так понимаю, опоздание у них где-то полторы-две недели в их влогах. Почему? Потому как Таня в этом влоге, о котором мы сейчас говорим, Таня говорит о том, что вот она только собирается устроить голосование, показывать моменты ремонта в своих влогах, или все-таки их выносить отдельным видео как-то, в видеоремонте. Ну, что сказать. Да, действительно, Бровченко переносит все. Абсолютно. Переносят дни рождения, переносят какие-то праздники. Светские, религиозные. Ну, а теперь вот они еще и даты выхода в своих влогов тоже переносят. Собираются они прописываться в доме. Боря старший делает необходимое количество ксерокопий. Непонятно, почему ксерок, ну, рекопир стоит на полу. Почему не на столе? Ну, наверное, Боре старшему удобнее так наклоняться каждый раз за какой-либо копией. И, наконец-то, все уже прописаны в доме. Таня об этом нам радостно сообщает. И тут же добавляет, осталось выписаться в МФЦ. Это как? И говорит, через неделю, мол, выпишемся. Ничего не понимаю. Для чего вы прописывались, если вы собираетесь через неделю выписываться? Как-то очень непонятненько все. Возможно, Таня имеет в виду, что из дома в Горохово выписаться она хочет. Не столько она, сколько вот детей хочет оттуда выписать. Но, опять же, этот вопрос я задала в телеграм-чате. И там тоже не понимают люди, как это возможно. Не может же быть такое, что Бровченко двойную какую-то прописку оформили. Пусть и неделю, но, получается, они будут на двойной прописке? Или, действительно, там у них в Горохово какая-то временная регистрация, а тут постоянная прописка? Или, наоборот. В общем, я не знаю. Я с этим никогда не сталкивалась, слава богу. Но весьма странно, конечно, Таня подает информацию. Возможно, она что-то не так сказала. Ну, а, возможно, мы не так что-то поняли. Но сам факт. Мы прописались, и тут же через неделю мы выписываемся. Для чего тогда было прописываться? Возникает правомерный вопрос. Но, в любом случае, прописка теперь у Бровченко есть, и они подают на пособие. В принципе, то, ради чего всё это и затевалось. Всё ради пособий. Посудомойку отвезли всё-таки в сервисный центр. И её надолго у них забирают, потому как её повезут сначала на диагностику в одно место, потом в другое. В общем, короче говоря, без посудомойки я не буду достаточно долго. А Таня сокрушается. Как так? Восемь человек в семье и без посудомойки. Как же мы, мол, будем жить без посудомойки? Во-первых, мне хочется у Тани уточнить, умеет ли она считать до семи. Потому как Аня с ними не живёт. Их сейчас семеро. Но Таня уже не в первый раз говорит о том, что их восемь. Интересно, кто там восьмой? И, мол, без посудомойки тяжело. И как же теперь быть? И да, вот Саша подтвердит, говорит Таня, что без посудомойки тяжко. То есть, получается, Саша у них загружал эту посудомойку и разгружал. Ну, так получается. И Саша сидит там где-то в булочке на задних каких-то сиденьях и только кивает головой. Мол, да-да, подтверждаю. Тяжело, мол, без посудомойки. Думаю, нормально так. Так, Саша подтвердит. Может быть, ещё Боря маленький или Максим подтвердит, а? Чё только Саша. Таня, конечно, уникальная. Говорит, мол, теперь придётся руками посуду всё перемывать. Помните, я вам говорила, не пачкайте много посуды. Потому как мне, мол, потом всё это мыть руками. И Саша, да, мол, ты мыла руками, Таня. Ну, да, конечно. Таня, когда это было? Ты уже забыла, когда ты в последний раз что-либо делала этими самыми руками. Ты не готовишь, ты ни посуду не моешь, ты ничего не делаешь. Но всегда ты при первой возможности, при первом удобном случае говоришь о том, какая ты замечательная хозяйка, как ты всё делаешь. Паша готовит, Тимофей готовит, все мальчишки готовят. Саша берёт в руки веник. Ну, как-то вот Таня вообще ничего не делает. Наоборот, это Тане в комнату приносят еду. А Таня говорит, вот мне приносят порцию, а я не могу её съесть. Бедная Таня, как так? Ну, сделала над собой усилие. Ну, поешь, а? Поешь. Вон, ты и так на целый килограмм похудела. Того и гляди, ещё не дай бог на один килограмм похудеешь. Нет, Таня, тебе надо есть. А то ты всё на арбузиках, на соках каких-то. Ну, да, ну, да. Верим, Таня, верим тебе. И то, что похудела на килограмме, то, что только арбузиками питаешься. Мы все прекрасно видели, что у тебя в комнате половина батона колбасы на твоём столике находится. И это явно больше, чем ты детям выделяешь на неделю. Ну, ты, я так понимаю, за один раз это всё съешь. И после этого ты будешь говорить, что ты только соками и арбузиками питаешься. Ну, да, бабочка практически, нектаром Таня питается. Ага. Ещё мне очень понравился момент, когда эту посудомойку Тимофей помогал вытащить из булочки. И Таня говорит, ой, Тимофей, держи хорошо эту посудомойку. А то, и такая вот была какая-то пауза, мол, думаю, если ты уронишь Тимофей, ты сам будешь платить за ремонт. Вот именно это я хотела сказать Таня. Но она как-то вот сдержалась и говорит, а то мы, мол, без посудомойки останемся. Ну, да, ну, да. И это вместо того, чтобы пойти и самой помочь. Нет, она на ребёнка всю ответственность возложила. Таня, кстати говоря, не сдвинулась с места не тогда, когда надо было посудомойку эту помочь перенести. Она не сдвинулась с места, когда надо было толкать эту самую булочку, потому как она не заводилась только с толкача. Она могла завестись. И когда дети толкали, Таня говорит, ну что, легко или тяжело толкать машину? Дети говорят, легко, легко. Они говорят, ну, конечно, легко, когда, мол, там мужчина какой-то, абсолютно посторонний человек помог подтолкнуть машину, а машина завелась, они смогли от этого сервисного центра объехать. Думаю, а Таня почему не вышла? Почему Таня не толкала машину? Ну, наверное, потому что всё-таки это нелегко, и это не для Тани, нет. Таня не привыкла утруждаться. Всё дети сделают. Дети абсолютно всё делают в этом доме, плод от того, что они даже машину толкают. А Таню что? Таня сидит и Таню везут. Да, Таню кормят. За Таней ухаживают. Точнее, Таней служат дети, как она любит говорить. А Тане нет, она королевна. Ей не положено по статусу переутруждаться. Ну, а что касается стоимости ремонта в этой самой посудомойке, то сам ремонт 15 тысяч плюс 15 тысяч диагностика. То есть около 30 тысяч они тратят на это дело. И вроде как собираются покупать новую посудомойку. Но посмотрим, что в итоге они приобретут новую посудомойку или всё-таки старую им починят. Подъехали они к поликлинике, и Таня пошла с Тимофеем и Сашей сдавать какие-то анализы. Для того, чтобы оформить путёвку в санаторий. Кстати говоря, о том, что уже билеты покупают на поезд, мы видели и слышали в прошлом влоге. А в этом влоге они только-только собираются оформлять все справки и все какие-то анализы сдавать. Ну, что сказать. У них беда полная с хронологией. Так вот, Таня идёт на Тане куртка. Саша тоже вроде в какой-то курточке. А Тимофей в олимпийке. Нормально так. Так, Тимофею не холодно. Нет, нормально. Таня вообще не смотрит, кто во что одет. Она вообще не следит за детьми, за их одеждой. Как оделись, так и оделись. Это зона их ответственности. Наверное, именно так решила Таня. А Тане нет. Тане холодно. Поэтому она одевается потеплее. Ну, а дальше мы видим, как Боря хвалит свой УАЗик, свою булочку. Ни на что не хочет променять. Но, в принципе, не отказался бы от Тойоты Хайс. Почему? Потому-ка всё-таки УАЗик уже старенький у них. Ему уже столько лет. А Тойота Хайс – это тот самый УАЗик, только получше. Получше, да? И поновее. И как-то вот другие там немного функции. Но для того, чтобы какие-то исследования проводить на этой самой машине. Куда-нибудь заехать, в какой-нибудь лесок. Когда они там путешествуют. Или по каким-то труднодоступным каким-то дорогам проехать. Вот это вот прям Тойота Хайс. А, в принципе, им нужна ещё и легковушка. Было бы здорово. Но я так понимаю, что они Илантру собираются по запчастям продать. Поэтому, действительно, им нужна легковушка ещё. Для того, чтобы в город выезжать. Мол, а ещё, в принципе, было бы неплохо ещё какую-то третью машину купить. Ну, а Таня говорит, вот, мол, дети разлетаются у нас. Думаю, нормально. Так, и вы детей вообще спросили? Вы детей спросили, хотят ли они разлетаться? Или полёт детей – это результат хорошего пинка под зад? Ну, так получается. Я так понимаю, что следующий кандидат на вылет – это Павел. И Таня философствует. Говорит, вот с каждым годом практически у нас детей будет всё меньше и меньше. Поэтому нам уже большая машина не нужна. Нам, мол, сойдёт какая-то не очень большая легковая машина на все случаи жизни. Но, опять же, если куда-то поедут путешествовать, то им нужно что-то вроде булочки. Ну, а Борис-старший вообще меня порадовал. Он говорит, в идеале надо, чтобы каждый ребёнок сам себе купил машину. Думаю, а на какие шиши, простите, они купят эту самую машину? Вы им дали какой-то старт в жизни? Вы же им ничего не дали. Даже нормального, среднего образования они не получили. Они не ходили в школу. Они на этом самом семейном образовании. Но я сейчас говорю про Аню и про Пашу. Возможно ещё. Дети, которые помладше, возможно. Я в это, конечно, с трудом верю. Но вдруг Таня всё-таки услышит неравнодушных людей и отправит младших детей в школу учиться. Я уверена, что в их населённом пункте есть школа. И хотя бы младшие дети получат нормальное среднее образование. И социализируются. Ну, конечно, вряд ли это произойдёт. Мечты, мечты. Приятна ваша сладость. Ну и, кстати говоря, когда вот Боря никак не мог завести машину, Боря маленький, уж не знаю, куда он там ходил, но он пошёл куда-то и принёс два стаканчика воды. Прям так нёс в руках эти два стаканчика. Как он не расплескал, всё не знаю. За ним следом шёл Саша. Тоже нёс два стаканчика воды. И Тане даёт. И тянется через водительское сидение. То есть мимо Бори старшего, Боря маленький. Таня говорит, нет, подойди с другой стороны. Как-то так вот чуть ли не приказала она. Мол, поднеси с другой стороны. То есть со стороны пассажирского сидения. Боря маленький подошёл и Тане дал эту самую воду. Таня с места вообще не сдвинулась. Это что-то с чем-то. Она не подумала, легко было ребёнку нести эти полные стаканчики воды. Не было ему легко. Таня это вообще не волновало. А в итоге что? В итоге вроде как вода это предназначалось для детей. Ну и для Тани куда без этого, да? Но Максим отказался от воды. И поэтому Таня выпила практически всю эту самую воду. Боря отказался, Саша отказался, Максим отказался. Ну а Таня что? В итоге у Тани четыре пустых стаканчика образовалось. Таня говорит, ну что, кто не будет мне сюда же вкладывать пустой стаканчик, полный стаканчик? И я смотрю, в итоге у неё четыре пустых стаканчика друг в друга вложены в руках оказалось. Да уж. Говорит, у нас, конечно, есть вода, но дети принесли тёплую воду. Откуда они её принесли, одному богу известно. Ну а дальше мы выслушали всё о болезнях Тани. У Тани их гораздо больше, чем 17. Я так полагаю, что уже гораздо больше, чем 27 даже. Около 30 болезней у Тани. И Таня благодарит всех, кто ей в личку пишет, кто даёт какие-то и советы. И теперь у неё новая беда. У неё, оказывается, ноги выкручивает каждую ночь. Ревматизм практически. Но ноги Таня ещё не проверяла, говорит. Правильно, Таня. Надо проверять не ноги. Надо проверять голову. Возможно. И не придётся тогда ходить по каким-то вот специалистам, которые, как говорит Таня, уже видеть её не могут, и она их тоже видеть не может. У нас невролог Таня говорила вроде как. Она его уже видеть не может. И ещё какой-то специалист. Ну, правильно, Таня замотала всех специалистов. А они ничего у неё найти не могут по той простой причине, что Таня здорова. Но вот видите, у неё в голове все её болезни. Отсюда и ноги выкручивает. И головные боли у неё, кстати говоря, уже прошли, которые. И вообще она хочет провериться на гормоны. Но вот беда, ей не дают направление, говорят, всё у вас нормально. Но Таня добьётся своего. Она говорит, я пойду устраивать скандал. Я пойду говорить с завотделением или с главврачом поликлиники, куда она там пойдёт. Да, говорит, буду ссориться с этим человеком. Пусть мне даст направление на гормоны. Какой ужас. И я так понимаю, что она ещё этому завотделением заявит о том, что у неё болит над кубком. О как! Надо будет ему ещё сказать, что у неё болит кожа. Ведь Таня нам об этом говорила в прошлом своём блоге. И хрустит у неё в запястье. Главное, чтобы Таня об этом не забыла. Я уже сейчас представила глаза этого завотделения. Они у него 100% полезут на лоб. Придумала Таню, что у неё проблемы со щитовидкой. И один раз в месяц она делает УЗИ щитовидки. И надо же, всё хорошо. Анализы чудесные. Но Таня считает, что просто это недосмотр врачей. Она самым больной человек на свете. Самая больная женщина на свете. По аналогии с Карлсоном, да? Пьёт она препараты от снятия стресса. О как! От снятия стресса. И поэтому, понятное дело, у неё постоянный стресс. И Таня считает, что у неё на фоне стресса развиваются все остальные её болезни. Но опять же, это всё у неё в голове. И повторюсь, ей надо лечить в первую очередь голову. Я так полагаю, что если бы она работала, если бы у неё дети были в детском саду, дети были бы в школе, она бы думала о том, как заработать лишнюю копейку, как с детьми сделать домашнее задание, в чём завтра ребёнок пойдёт в школу, в чём завтра ребёнок пойдёт в детский сад, а если у него чистая одежда на смену в детском саду, например, ну и так далее и тому подобное, то я думаю, все её болезни как рукой сняло бы. Но видите как, Тане заняться особо нечем, поэтому она себе придумывает болезни. Ну а в принципе Таня хотела бы поесть, но не может, не принимает её организм в еду. О как! И вообще сладкое она не ест, не лезет в неё сладкое. Ну помним мы прекрасно, как Таня ела какие-то пирожные или тортики, и вы знаете, всё очень даже прекрасно лезло. Таня просто забыла, что она говорила до того, как. Так, единственное, что лезет в Таню, так это салаты. И то не очень много салатов, а если суп какой-то поесть, то семь ложек столовых в неё лезет, и всё. И так это нравится, Таня считает ложки супа, который она ест. Семь с половиной уже не влезут, восемь тоже, а семь вот прям оптимально. Ну и в принципе Таня считает, что она утонула в беспокойствах, стресс её накрыл. Ну да, дома какие-то конфликты постоянно, я же говорю, это всё от безделья. Ей надо найти какую-нибудь себе занятость. Ей надо обращать внимание на детей побольше. Ей надо посвятить себя домашнему хозяйству. А там, глядись, как-то и не до болезней будет. Ну а потом в Бровченко заехали в какой-то магазин и купили мешок гречки, мешок сахара, мешок соли, мешок перловки. Рис не купили, не любит Таня рис. А Таня вообще детей спросила, любят ли они рис. Может быть, дети любят рис? Не. Таня покупает только то, что она любит. Ну что ж, посмотрим, где будут эти крупы храниться. Помнится мне, что те крупы, которые они везли с собой из Горохова, до сих пор находятся в пластиковых ёмкостях. В ужасном, конечно, состоянии, но они есть. И я так думаю, что вот эти вот мешки тоже пересыпет Таня в подобные пластиковые ёмкости и благополучно забудет о том, что, в принципе, можно было бы из них что-то приготовить. И просто будут у неё новые ёмкости с новой какой-то крупой. Прибавится ёмкости пластиковых. И если куда-то они будут переезжать, то, понятное дело, все эти пластиковые ёмкости будут переезжать вместе с ними. Ну вот таким получился у меня обзор влога канала «Семья Бровченко». Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!